Здравствуйте, уважаемые коллеги. Давайте немножечко проверим связь. Пожалуйста, на огонечек нажмите, если меня слышно хорошо. Реакцию вижу. Спасибо большое. Да, все, спасибо, достаточно. Сегодня с вами мы поговорим, как уже сказала Татьяна Викторовна, о театре куклы и игрушек как эффективном средстве эмоционально-эстетического воспитания. Мы с вами поговорим сегодня о использовании театра на именно уроках, то, как можно использовать театрализованные игры, то, как можно применять элементы театра именно на занятиях. Театрализованные игры помогают детям приспособиться к разнообразным жизненным ситуациям, формирование композиционных навыков, умений, отражение сюжетов. Это все помогает детям пережить те впечатления, которые испытывает герой, то есть понять чувство того или иного человека или того или иного персонажа более полно. Большое значение в процессе создания образов приобретают индивидуальные особенности детей, проявление музыкальных, танцевальных, изобразительных способностей. Также театрализованные игры, в отличие от сюжетно-ролевых, предлагают наличие зрителей. В их процессе у детей формируется умение с помощью изобразительных средств точно воспроизводить идею художественного произведения и авторский текст. Театрализация — это использование средств театра в педагогическом процессе. Театрализованная игра как таковая и элементы театрализации являются гармоничным сочетанием театрального искусства. То есть у нас здесь условность атрибутов, особенности произношения речей. И при этом у нас идет педагогический процесс по своим целям и принципам построения. То есть у нас идет коллективность, распределение ролей, необходимость педагогического руководства. Педагогическое руководство может осуществлять как и педагог, так и один из учеников. Он тоже может руководить театром. Основа театрализации — это образность. Она может быть реальная и художественная. Она позволяет отобрать средства художественной выразительности и выстроить сценарную логику. Одна из форм организации взаимодействия педагога с детьми, их отношения становятся более близкими и доверительными. Вы, наверное, не раз замечали о том, что если дети участвуют в какой-то постановке, в какой-то сценке, то они между собой сплачиваются. Драматизировать можно сказки, короткие рассказы, поэмы, басни. Возможно, создание сказок на новый лад, изменяя сюжет уже знакомых детям. Произведений. Что же нам это даст? Это даст лучше запомнить это произведение, так как дети будут его переделывать. И развить творческие способности и воображение. Немножечко отвлекусь касаемо структуры сегодняшнего нашего вебинара. Будет немножечко теории. И потом, да, теория в каком плане она будет. В том плане, что же нам дает, какие плюсы нам дает театр. И потом дам игры, которые можно использовать на уроках. Ну, давайте вернемся непосредственно к самой теме. Рассмотрим такие элементы театрализации, как актерская, режиссерская деятельность, а также инсценирование. Учащиеся выступают как актеры или как режиссеры. Работа в качестве актера помогает школьникам, как я уже говорила, понять, что чувствует персонаж в той или иной ситуации. Мотивы и цели его поступков разгадать произведение, то, о чем порой не говорит автор. Мы с вами знаем, для того, чтобы правильно передать роль, для того, чтобы правильно сыграть эту роль, ребенку необходимо погрузиться в эту роль, понять, что же хотел донести автор. Если мы с вами говорим о режиссерской работе, она заставляет проанализировать все детали взаимодействия в эпизоде, определить его место в целом в произведении, объяснить поведение действующих лиц. Потому что не всегда дети-актеры без помощи режиссера могут понять тот или иной момент. Именно задача режиссерской работе – это объяснить то или иное поведение героя для того, чтобы передать свои чувства, передать свои эмоции. Немаловажную роль в театрализации на уроках играет оформительская работа, потому что без этой работы как такового театра не будет. Будет обычный пересказ текста или обычная игра, но мы знаем, что если нет реквизита, эта игра не такая яркая, не такая активная, как хотелось бы нам ее видеть. В эту оформительскую работу включаются такие задания, как создание эскизов костюмов, декораций, портретов героев, музыкальное оформление произведения. Тоже это немаловажно. Музыка позволяет более полно погрузиться в театральную деятельность. При этом вся работа детей не должна остаться без внимания. Мы с вами знаем, что не все дети в классе у нас актеры. Есть те, кто не любит этим заниматься, это первое, не хочет этим заниматься. Мы тогда этих детей привлекаем к оформительской работе. Может быть, он не играет в театре, но при этом он прекрасно рисует или он может делать прекрасные декорации. Либо он знает, где подобрать музыку и чувствует ту музыку, которая необходима именно на данном этапе. Все это мы предлагаем детям, которые отказываются от театральных ролей. Такие детки тоже есть. В классе необходимо проводить защиту творческих проектов учащихся. Только тогда эти задания будут эффективны. То есть ребенок должен точно так же защитить свою работу и оценить ее. Придумывая афиши, обложки, ученик анализирует произведение более результативно и глубже. Такой вот момент, что вы можете предлагать для более полного изучения, допустим, на уроках литературы, нарисовать афишу, ну это как задание, тоже один момент театрального искусства, придумать афишу к тому или иному произведению. При этом указывая, что на афише должны быть, допустим, главные герои, или на афише должен быть отражен определенный сюжет, который дети увидели в том или ином произведении. Обратим внимание на такой элемент театрализации, как инсценирование текста. Инсценирование, перевод текста в сценический вариант для постановки на сцене. Это определение из словаря Ожегова, работая над инсценированием произведения или его эпизодом, необходимо определить главную мысль произведения и отношение автора к лицам и событиям. Это именно тот момент, который у нас является ключевым при изучении произведения. И при этом определить главных и второстепенных героев, понять их взаимоотношения, характер каждого. Изучение литературы, если мы с вами говорим именно о литературе, предусматривает широкие межпредметные связи, поэтому привлечение театрализованных сцен на уроках является одним из важных аспектов реализации межпредметных связей. Они способствуют формированию мировоззрения учеников и эстетическому развитию. Но элементы театрализации мы с вами можем использовать не только на уроках литературы, но и на уроках истории, на уроках русского языка, на уроках математики мы точно так же можем использовать элементы театрализации для закрепления той или иной темы. Это нам все позволяет развить память, образное мышление, речь и наше внимание. Если мы говорим о процессе инсценирования, можно выделить этапы деятельности учителя и учеников в процессе инсценирования. Первое, что для того, чтобы инсценировать то или иное произведение, тот или иной момент, что же мы должны с вами сделать? Самостоятельное прочтение текста и осознание первого впечатления о прочитанном. То есть у нас каждый из участников должен прочесть тот или иной текст. Мы сейчас все с вами знаем, что у детей с чтением очень сложно. Наверное, учителя начальных классов, учителя литературы, ну и в принципе все мы видим, что дети сейчас читают по минимуму. Но исходя из собственного опыта, могу сказать, что если предлагается детям инсценировка, то произведение они читают. И читают они его с интересом. Для чего? Для того, чтобы понять, что же им придется передавать своему зрителю. Особенно если ребенок любит сцену. Это большой плюс. Следующий второй этап – это обмен мнениями. То есть дети должны обсудить свои впечатления между собой. Поделиться своими впечатлениями и, может быть, перенять какое-то отношение от своего коллеги, от своего одноклассника. Следующий момент, третий – это аналитическая работа с текстом, обсуждение и распределение ролей. Здесь я опять же говорю, что роли распределяются не только роли, которые будут у нас на сцене играть, но мы должны с вами выбрать режиссера, мы должны с вами выбрать того, кто будет отвечать за музыку, того, кто будет отвечать за декорации. Это все тоже необходимо отметить. Следующий момент – это репетиция. Сюда у нас включена режиссерская, актерская деятельность и оформительская работа. Пятый момент – это итоговое выступление в аудитории сверстников или же итоговое выступление при зрителях. И шестое – это анализ выступления, обсуждение достижений каждого ученика. Опять же, отмечу тот момент, что когда мы обсуждаем достижения каждого ученика, нужно доносить до детей, что мы делаем это корректно. Мы никого не обижаем, что мы говорим о том, что хотелось бы изменить, а не ты сделал это плохо. А здесь мы доносим до детей, что именно подача информации тоже очень важна. Также мы анализируем и формулируем выводы о произведениях, героях и проблемах. Школьники в своем возрасте, особенно младшие школьники, обладают таким потенциалом, который активно проявляется в формах эмоциональной отзывчивости на яркие впечатления. То есть детям младшего возраста мы должны предлагать произведения, которые будут яркими для них. Ролевые игры, если говорить о них, являются неоткемлемой частью жизнедеятельности каждого ребенка. Они, в свою очередь, помогают освоить необходимые правила, законы и моральные нормы. Поэтому театр у нас тоже становится таким проводником к тому, чтобы дети освоили моральные нормы и эмоциональную отзывчивость, смогли проявить свою. Играя, ребенок так или иначе проявляет копирование действий, слов, поведение родителей, каких-то любимых сказочных персонажей, братьев, сестер и так далее. Во время игры, чем плюс игры, чем плюс театра, ребенок может побыть в роли актера, танцовщика, певца, бизнесмена. Он может примерить на себя совершенно любую роль. Поэтому театральное искусство, оно близко и понятно детям, потому что в основе театра лежит игра. Именно тот вид деятельности, который у них является основным. Если говорить о том, какие плюсы у нас в театрализованной деятельности. Театрализованная деятельность способствует формированию нравственной модели поведения в современном обществе, обогащению культурной жизни школьника, приобщению к духовным ценностям, знакомству ученика с литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилам этикета, традициям своего народа, совершенствованию навыков в воплощении в игре определенных переживаний, формированию фантазии, побуждению к созданию образов новых героев. При этом, кроме всего, театрализованная деятельность развивает эмоциональную сферу ребенка. Как я уже говорила, что ребенок для того, чтобы проиграть тот или иной спектакль, для того, чтобы проиграть тот или иной момент, он должен поставить себя на место персонажа и вникнуть в разыгрываемые события. То есть через игру он фантазирует, сочиняет, и это является самым эффективным и результативным моментом для достижения того, чтобы ребенок раскрепостился. Театрализованная игровая деятельность для детей, она разнообразна и разносторонне. Мы можем предложить детям кукольный театр, постановки, этюды, сценировки и многое другое. Касаемо кукольного театра, причем плюс кукольного театра? Потому что ребенок, если он застенчик, если он зажат, то мы предлагаем ему передать свои чувства через куклу. Мы с вами знаем, что очень часто психологи, педагоги пытаются найти подход к детям, особенно младшего возраста, через куклу. Мы знакомимся с куклой, и кукла нам как бы наносит ту или иную информацию для того, чтобы передать чувства ребенка. Ребенок проектирует свои чувства именно на кукле. Точно так же, если ребенок не согласен играть этой куклой, он может ее сделать. Сделая куклу, ребенок точно так же переносит свои эмоции, свои внутренние чувства, свои переживания на тот момент, когда он создает ту или иную куклу. Все это завлекает детей, оказывает помощь в их духовно-нравственном развитии. Также происходит чувство ритма, гармония речи, если ребенку предлагается передать. Да, старшеклассники тоже с удовольствием играют с куклами, в кукольный театр. Дети участвуют в театрализованной деятельности, узнают много нового, в особенности об окружающем мире, и тогда ребенок раскрывается через куклу. Исходя из собственного опыта, мы начинали с теневого театра, кукольного театра, а потом переходили уже непосредственно к консервировке на сцене. Немножечко отступлюсь, потому что у меня детки с ОВЗ, у меня детки с инвалидностью, и они не все готовы сразу выходить на сцену, но именно театр помогает раскрепоститься и помогает показать именно себя. Это первый момент. И второй момент, почему дети выходят на сцену, они как бы понимают, что это не они, а это герой, и, соответственно, именно это помогает им выйти на сцену более раскрепощенно и показать себя. Театрализованное творчество близко ребенку именно по тем моментам, что это вид творческой деятельности, который совершает... Извините, отвлеклась на чат. Это вид творческой деятельности, основанное действие, которое совершает сам ребенок. Он не видит, не наблюдает, а делает это сам. И драматизация непосредственно связана с игрой, то, что любят дети. Именно поэтому, по мнению Льва Семеновича Мугодского, игру можно рассматривать как первичную драматическую форму в творчестве детей. В процессе игры природа как бы тренирует определенные способности и психические функции, которые необходимы для того, чтобы воспринималось искусство. И в первую очередь способность воспринимать условность отражения жизни в искусстве. Именно в игре ребенок предлагает действовать в пределах каких-то обстоятельств. Именно в игре он начинает играть как бы понарошку. В процессе игры складывается способность к внутреннему действию и способность к обобщению. Потому что мы знаем, что герои – это у нас собирательный образ. Ребенок играет не в конкретного доктора, шофера, летчика, а в созданный в воображении образ. То есть здесь у нас идет собирательный образ, что тоже является большим плюсом. Игра развивает и тренирует определенный тип воображения, который необходим для восприятия искусства. А именно это помогает привлекать детей к театральному движению и решается одна из острейших социальных проблем общества. Театральная работа требует максимальной отдачи сил и времени. Поэтому занятие в театре исключает возможность пребывания ребенка на улице. А следствие является профилактикой социального поведения. Поэтому театрализацию можно тоже использовать как профилактику социального поведения. В начале 20 века театральные методики начинают активно использоваться в терапевтических целях. Мы с вами знаем, что появляется множество школ арт-терапии. И уже в наше время педагоги, психологи, деятели искусства начинают корректировать асоциальное поведение и приводить в момент реабилитации именно театрализацию, приводить в реабилитационные центры. Причина успеха в театральной педагогике в этой области, очевидно, заключается в том, что, прибегая к асоциальному поведению, человек стремится расширить границы своего создания. Но театр дает такую возможность осуществить в социально приемлемой норме. То есть пережить тот или иной момент, уже когда это социально приемлемо, а не асоциально. В 20 веке первый всплеск активности приходится на начальные годы. И здесь начинают набирать обороты. Начинают клубы, начинают вводить театрализацию в детских садах, школах и так далее. Но при этом, для чего бы не был предназначен программы детского театрального образования, на что бы они не были ориентированы, в них нужно отметить одни общие черты. Что же дает нам театр? Театр – это синтетический вид искусства. Знакомясь с языком театра, ребенок погружается в мир литературы, музыки, изобразительного и других видов искусств. Театр – это большой плюс. Да, есть, конечно, театр одного актера, но мы это можем брать во внимание, но это делается редко. Театр – это чаще всего коллективное искусство. Даже если театр одного актера, мы с вами знаем, да, что есть человек, который сделал декорации, где есть человек, который построил сам спектакль. Занимаясь театром, ребенок учится благотворному взаимодействию с большими и малыми социальными группами, овладевает навыками коллективного творчества. И точно так же основной язык театрального искусства – это действия, основанные видовые признаки – это диалог и игра. Эти особенности делает театральное искусство особенно близким детям, потому что игра и общение являются для школьников, ведущих психологической деятельностью. Все мы это с вами знаем. Театр – это искусство, обращенное к самым различным социальным слоям. Поэтому детская театральная студия может объединить под своей крышей с самыми разнообразными детей, с самыми разнообразными интересами, с самыми разнообразными способностями. И плоды работы могут быть интересны широкому кругу, как юных, так и взрослых зрителей. Если у вас есть возможность подключать в свои спектакли, подключать в свои миниатюры, в свои разработки взрослых родителей, это тоже большой плюс и большой опыт для не только детей, но и взрослых. Ребенок, растущий в огромном городе, он чаще всего оторван от естественных условий общения с окружающим миром. Мы с вами знаем, что на данный момент у детей там куча кружков, большой очень список, и при этом ребенок именно с живого общения он лишен. Его с одного кружка перемещают на другой, и если это кружок именно познавательный и обучающий, пообщаться ребенку довольно-таки плотно не получается. А театр и возможность театральных постановок дает такую возможность, потому что в обычной жизни у них общение со взрослыми сведено до делового минимума. А общение с природой, оно вообще затруднено, особенно если ребенок живет в городе, как я уже говорила, ребенок практически лишен возможности, а потому и навыков спокойного созерцания. Именно театральные произведения помогают нам понять более эмоционально того или иного персонажа. Процесс приобретения знаний может стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания всесторонне развитой личности. Если учитель постоянно культивирует интерес к предмету или уроку, чтобы возникал и развивался интерес к учению, необходимы определенные условия, какие же это условия у нас с вами должны быть. Организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решение задач проблемного характера. То есть здесь ребенок должен сам найти и открыть какие-то знания для себя. А также разнообразие учебного труда. Это необычно на стандартный урок, где мы сидим за партами. Формирование у учащихся понимания, важности, целесообразности изучения данного предмета в целом и его разделов. Связь с усвоенными ранее знаниями. И мы с вами знаем, что информацию мы даем уже на какой-то фундамент. Посильность обучения, проверка и оценивание не только итоговых результатов, но и промежуточных. Когда мы с вами готовим тот или иной спектакль, то, естественно, мы оцениваем промежуточные результаты. При этом немаловажна эта эмоциональная реакция и заинтересованность каждого учителя в результатах ученика и его интереса к предмету. Мы с вами знаем, что если учитель не будет заинтересован в том или ином действии, то ученики тоже не будут заинтересованы. И какие же мы с вами приемы можем использовать на уроках? Любой тип урока мы с вами можем использовать в следующие моменты. Первый – это персонификация. Когда у нас реально живший исторический персонаж или писатель участвует в уроке как помощник учителя. Это может быть консультант, экскурсовод и так далее. Очень часто приглашают какие-то людей с экскурсионного бюро, но это может быть и ваш коллега, который согласен это сделать. Это может быть и ученик, который готов это сделать. И при помощи именно реально жившего героя мы доносим ту или иную информацию для ребенка. Допустим, кто я, ученик в костюме персонажа, рассказывает о нем. При этом учащиеся должны угадать, кто это есть. Это элемент персонификации на уроке. Следующее – это выступление исторического лица. Здесь у нас, может быть, какая-то программа донесена, речь или законы. Следующий момент, что мы с вами можем использовать, это историческая сценка. Небольшое представление, способ передачи учащимся исторической информации посредством ролевого исполнения по заранее составленному сценарию. С применением театральных атрибутов. Это наша с вами реконструкция. Это мы можем использовать в истории, это мы можем с вами использовать в литературе. Тоже большой плюс. Театрализованные игры – это подготовка, написание сценария, распределение ролей, подготовка костюмов, реквизита и репетиции. Миниатюры, в том числе лингвистические. Я сейчас немножечко ниже приведу пример именно такой миниатюры. Актерская и режиссерская деятельность. Учащиеся в этом случае выступают как актеры или как режиссеры. Работа в качестве актеров позволяет школьникам почувствовать состояние, как я уже говорила, того или иного персонажа. При этом режиссерская работа заставляет анализировать все детали, все взаимосвязи и взаимодействия в эпизоде. Здесь ни в коем случае не надо принижать режиссерскую работу, что, допустим, он не играет, поэтому он не участвует в постановке. Нет, режиссерская работа тоже очень важна. Следующий момент – это примеры уроков, где учебный материал был представлен в форме театральной постановки. Чаще всего это, допустим, чтецкие спектакли. Уроки биографии писателя, ну, несколько таких уроков, допустим, «Я вас любил», да, урок биография Пушкина «Ранние метели», урок биографии Тургенева «Возвращение на родину», урок биографии Есенина. Это то, что касается у нас уроков литературы. Допустим, уроки, представляющие творчество того или иного автора. Мне имя Марина, композиция, да, по стихам Марины Цветаевой, допустим, «Алая паруса» по произведению Грина, и, допустим, она была поэтом по творчеству Анны Ахматовой. Любое из произведений можно сделать как урок, представляющий творчество того или иного автора. А следующий момент – это режиссерские интерпретации, когда учащимся, нужно самим интерпретировать литературный источник, либо документ, привлекая одноклассников в качестве актеров. Такие задания, естественно, даются не всем. Мы с вами понимаем, что кто-то обладает этими способностями, кто-то нет. Можно предложить детям создание эскизов, костюмов, декораций, дербов и так далее, афишек в спектакле или фильмах. Выполняя учениками такие работы, они, как я уже говорила, не должны оставаться незамеченными. Их мы точно так же отмечаем и говорим, что это тоже необходимая работа, потому что если бы не работала команда, естественно, хорошего спектакля без команды не получится. Смысл их в том, что, придумая оформление афиши, обложки, ученик обязательно анализирует произведение для того, чтобы нарисовать красивую афишу, и которая будет соотноситься с произведением. Мы с вами знаем, необходимо очень хорошо понять смысл этого произведения. Если говорим о этапах деятельности, о том, что должен сделать учитель, мы с вами уже приходили, что сначала мы читаем самостоятельно, потом коллективно, ролевое чтение пиесы и обсуждение того, что прочитали ученики. Ученики. Следующий момент, это тоже у нас идет, что же нужно, не буду на теории уже долго задерживаться, что же нужно сделать с произведением, чтобы наша постановка получилась положительной. Чтобы она у нас получилась, и мы смогли ее поставить. Я вот вам на слайде оставлю, зачитывать не буду. И точно так же вы сможете посмотреть их в презентации. К сценическо-игровым упражнениям можно отнести рассказ, как я уже говорила, от лица героя, от лица того героя, который описывает произведение, допустим, если это автор и это автобиография, то это рассказ о самом себе. В сценке встреча двух героев, то есть диалог, инсценировка эпизодов, театр одного актера, это исполнение лирического произведения с элементами драматизации. Но здесь необходимо помнить о том, что нам необходимо оформление, нам необходима музыка, нам необходимо движение. При этом может быть дополнительное художественное чтение. То есть актер у нас может только изображать, то есть фантомимой, да? А второй ребенок у нас может производить художественное чтение. Это помогает легко входить в роль и увлекаться игрой. Театральные уроки заставляют ученика объяснять каждое слово, зачем, почему он здесь. Здесь инсценирование текста особенно необходимо в начальный период, когда дети только учатся анализировать текст. Театр — это искусство для чутких людей, как искусство вообще. Чуткость и деликатность между детьми, она формируется именно в школьном и младшешкольном возрасте в особенности. В театрализованной педагогике имеется много упражнений, я их сейчас вам расскажу, которые требуют от ребенка выполнения заданных особенностей поведения. Здесь мы с вами формируем внимание, мы с вами формируем память. Более 30 различных видов упражнений можно опробировать на уроках. Допустим, на уроке русского языка по работе со словарными словами можно провести театральную игру «Печатная машинка». Суть игры состоит в том, что в классе или в группе все буквы алфавита распределяются между детьми. Задается слово или фраза. Если мы с вами учим словарные слова, это, ну, как запомнить словарные слова для учителей русского языка. Задается слово или фраза, и все буквы участники слова встают друг за другом, хлопают по ладоши, называя свою букву. В конце слова уже молча встают и хлопают по ладоши весь класс. То есть в конце всей фразы или в конце всего слова встают уже все. Здесь у нас тренируется память, потому что дети, обычно детям достается не по одной букве, а по несколько. Плюс у нас тренируется внимание. Мы должны запомнить фразу, мы должны встать вовремя. Следующий момент. Печатная игра – это эстафета, которая должна проходить в атмосфере тишины и внимания. Каждый участник распределяет свое внимание между своими буквами или своей буквой, и при этом должен следить за последовательностью. Хорошим методом минутного отдыха и моментом переключения достаточно сосредоточенной работы на уроке является упражнение слушаем. Допустим, что сейчас за окном, в коридоре, над потолком, под полом, в классе, внутри меня. Это позволяет детям как бы расслабиться и переключиться. Неожиданность, как бы случайность задания обращает внимание ребят к окружающему миру. И обсудив несколько услышанное, учитель легко переключает внимание на следующее учебное задание. На уроках по изучению, допустим, опять же, русский язык, временных форм глагола, можно упражняться на воспроизведение физических действий по памяти. Исполнителем, может быть, учитель и ученики, точно передают движение, направление взгляда, свойственно действию каким-то реальным предметам, которые сейчас у него нет. Ну, мы играем в так называемую пантомиму. Допустим, подметает пол без швабры, поливает цветы без кувшина, а может быть и без цветка. Во время действия исполнитель задает вопрос Таня, ну, классу или кому-то конкретному. Допустим, Таня, что я делаю? В ответе ученицы и, ну, допустим, должен быть глагол в настоящем времени во втором лице. Я поливаю цветы, да, или, допустим, там, Ольга, что я делаю? Или что сейчас делает Таня? И точно так же ответ будет уже в третьем лице. Она сейчас делает и так далее. Далее учитель прекращает работу и на вопрос, что он делает, звучат ответы, да, с глаголами в прошедшем времени. Мы тут тоже можем объяснить таким образом прошедшее время. На уроке чтения можно предложить детям сыграть живую картинку. Прошу прощения, сейчас. Извините. Предложить детям сыграть живую картинку, используя иллюстрацию к тексту произведения. В подготовленном классе, если класс уже это делал, можно самостоятельно выполнить живую картину по тексту уже без иллюстрации художника. Ученики-зрители должны найти слова в тексте, которые точно соотносятся с живой картинкой. Если мы с вами говорим об уроках природоведения, да, мы с вами можем использовать знания детей о повадках животных, об особенностях растения. Допустим, ученик молча показывает движение белки, особенности ее поведения там в лесу, летом, зимой, осенью и так далее. Затем в словесной форме он от лица этой же белки может прокомментировать свои движения, сочиняя на ходу рассказ или какую-либо историю. Если мы с вами говорим об уроках математики. На уроках математики, тренируясь в устном счете, можно играть в волшебную палочку. Эта игра располагает к тактичному доброжелательному отношению детей друг к другу. Волшебная палочка обладает свойством изменять число, делать его больше или меньше умножать и делить. Причем, выполняя ребенка математическая информация, она производится в форме диалога, то есть ребенок выбирает ту или иную цифру. Допустим, волшебная палочка превращает число в другое, которое больше первого на единицу. Тот, кто держит палочку, подходит и, глядя в глаза, называет свое число. Если в ответ он получает верное число, то передает свою палочку. Точно таким же моментом мы можем играть в начальных классах. Например, при изучении, опять же, возвращаемся к русскому языку, при изучении существительных и прилагательных можно по правилам эстафеты отправить в другой класс какой-либо предмет, ручку, блокнот. Взяв в руки предмет, ученик выполняет с ним определенные действия, а при этом ребята должны отгадать, что же у него в руках. Например, ученик производит действие с ручкой, представляя ее цветком, градусником, вязальным крючком, то есть он превращает ручку в другой предмет, а зрители должны угадать, что же это такое. Следующая игра, она называется «Одно и то же дело делаем по-разному». На первом этапе предлагаем детям вспомнить и показать возможные варианты поведения по заданию. Допустим, человек сидит. Как может человек сидеть в различных вариантах? Здесь тоже ребенок показывает тот или иной театральный момент. Школьники начинают продумывать подробности в каждом из случаев, реализуя эти подробности в особенностях своих действий. Следующий момент – это моментальная фотография. Когда класс научился уже четко выполнять команду «замри», то на каждом уроке можно получить выразительные фотографии театральных мезосцен. Фотографии, как бы запечатлившие в шесть секунды из жизни класса, разнообразие форм или из жизни тех или иных героев. Для работы с фотографией учитель сразу после команды «забри» выбирает наиболее выразительную группу и разрешает всем отмереть, кроме выбранной группы. И дает ученикам задание прокомментировать ту или иную фотографию, что же они видят и так далее. Следующий момент, который мы с вами можем использовать на уроках – это сочинение по картинкам. Сочинение смешных историй, которые проходят обычно легко. И на творческом подъеме, если переплетаются с навыками театральной игры. Увлекательно и с большой воспитательной пользой проходит упражнение, допустим, вернуть прошедшее. Это сделать какое-либо движение в обратном направлении. И понять, как же герои попали в ту или иную ситуацию, в тот или иной момент. В процессе можно применять эти моменты на уроках истории и общества знания. Еще одно очень интересное упражнение, оно называется «Ковер решений». Это групповая работа, где учащиеся не только задумываются над причинами какой-либо проблемы, но и пытаются найти пути ее решения. Такая работа способствует образному мышлению детей и актуализации знаний. Каждая группа, допустим, получает по ватману, и там участники должны написать причины проблемы и пути ее решения. Потом им предлагается проиграть тот или иной момент. Еще очень интересное упражнение – это сигзаг. Его можно использовать как мотивацию перед объяснением новой темы. Задание для групп одно. Группу желательно поделить по 4-5 человек. Ключевой вопрос пишется на доске, то, что мы с вами будем выполнять. Каждый член группы получает по одному листу, где написано условное значение, по которому участники уходят в так называемые экспертные группы. Получивший листок уходит в новую группу, и когда уже группа формируется по своему одинаковому взгляду на тот или иной момент произведения, мы предлагаем детям проиграть ту или иную ситуацию, после чего детям предлагается обсудить свою работу и обсудить тот или иной момент своего поведения. И следующий момент – это пазлы. Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая группа получила свою часть темы. Все группы получают список необходимых источников или сами учебные материалы, с помощью которых они изучают предложенные части темы. После чего это произведение, которое поделено у нас на несколько частей, на несколько сцен, проигрывается точно так же детьми уже в таком формате, как театрализация. Работа над выразительностью словесного действия начинается уже с дошкольного возраста, с первого класса. Умение ставить голосом точку, запятую, вполне доступно уже первоклассникам. И они в силах сочетать, допустим, сколько точек поставил исполнитель стихотворения, которые он прочитал наизусть только при помощи своих слов. Часто думают, что говоря разные слова, люди обязательно совершают разные действия. Это совсем не так. Утешать, например, можно разными словами, точно так же, как и ругать. Одни и те же слова, произведенные по-разному, могут обрадовать, огорчить или расстроить. Причем взрослые и дети, мы с вами знаем, что по-разному понимают, как звучат слова, которые могут обрадовать. Но благодаря театральным упражнениям учитель может влиять на реализацию какого-то собственного опыта, который ребенок накопил уже сам. Ну, что касаемо сегодняшнего нашего вебинара, на последнем слайде представлен список литературы, потому что очень часто спрашивают. Да, здесь вот несколько книг, они очень старые, но эти книги очень интересны и дают полезную информацию. Мы с вами знаем, да, сейчас, допустим, в курсовых, дипломных это должны быть как можно более новые книги. Но книга 1992 года, она очень интересна. Я советую посмотреть хотя бы, даже, может быть, не прочитать, но посмотрите, какие-то важные элементы для себя отметить. Ну, что касаемо моего сегодняшнего вебинара, я сейчас посмотрю, есть ли вопросы. Так, папочки вопрос сегодня пусто. Если есть вопросы, то, пожалуйста, пишите их в эту папочку, потому что сейчас час будет убегать. Я буквально вот минуточку жду, если что, я отвечу уже тогда в печатном формате и жду Татьяну Викторовну для того, чтобы она завершила вебинар. Надеюсь, информация была полезна и интересна для вас. Жду вопросы. Пожалуйста, надеюсь, было все интересно. Ну, а мы ждем Татьяну Викторовну, чтобы она подключилась и уже рассказала вам, как получите сертификаты и все остальное. Татьяна Викторовна.